Так, всем привет, с вами Акулич, и сегодня будем стримить Титан Кап Бл-5, матч Шоу Тайм против Стронга, вот, возвращение Бутного Сына против Великого Шоу Тайма, Орка. Итак, скоро начнем игру, это первая игра на Эхо. Под ником Шаман играет Шоу Тайм, соответственно, Нот Мерси играет Стронг, типа нет, спасибо. Вот, игра началась, в судьях главные, так сказать, товарищи клана ПГ, Нортик Тортик, Наглерия Флауэр, там, или чё, или Пауэр, блять, как книг-то читается. Ну, пухой, короче, какое-то там одноклеточное животное. Вот, что здесь по игре можно сказать, здесь Фаст Деск Найт будут, Финды, скорее всего, против Орка, Орк тоже стандарт играет в целом. Вот, игроки обмениваются пожеланиями, ну и так далее. Вот, я тоже, пожалуй, пожелаю. Вот. Ну, карта вообще, в целом, я считаю, больше Орковская, чем Андедовская, потому что здесь очень много точек, где выпадают когти, во-первых. Во-вторых, когти можно скупать на рынке, на халяву, очень часто они появляются. Очень легко выбивается этот бамбр в целом, то есть, если Андед, ну, не запалил эту тему, то можно и забрать, выбить какую-нибудь хорошую шмотку, типа Большой Банки Жизни, или Большой НВУ, или, скажем, Большой Бутылёк Маны, который больше из ХЕ подойдёт. Вот. Также здесь осложняется ситуация тем, что всего один магазин, то есть, БМ перекупает сапоги, и бедный Деск Найт не знает, куда от него убегать. То есть, приходится пока дождать сапоги, если БМ активно очень харассит. Ну, здесь пошла разведочка от товарища Стронга. Вот. Как я и говорил, здесь Финды, хорошая застройка в целом. Вот. Скорее всего, Орк не протиснется так легко, как Элитов, а даже если пролезет, то нерубка будет хорошо подпирать БМа, то есть, тормозить его. Здесь, соответственно, БМ... А, здесь Форсир всё-таки. Избирает немного более олдскульную стратегию, товарищ. Шаман Акашуал Тайм. Ну, посмотрим, что это будет. Будет Виверны, либо Стандарт Орочи, Райдеры, Спирит Волкеры. Вот. Но пока здесь всё похоже изначально на Криппинг, зелёные точки. Затем, возможно, будет Агрессия. Посмотрим. Здесь Андеттник отправляет сразу в Агрессию. Будет быстрый тир относительно. То есть, сильно он от Орка отставать не будет. По технологиям именно, по макро. Здесь через двух грантов будет, скорее всего, тысячи сорок. Поэтому, фактически, Т2 будут равные у них. Сейчас будет попытка забрать Кайлом Детроля. Я думаю, успешно будет всё. Сейчас рано пока кидать Койл. Вот ошибка. Кинул на глазок, не прочекал, сколько жизней. Но это бывает. Даже Проток ошибается. На самом деле... Вот. Здесь... Форсир получает люлей от Деск Найта. При этом сам тоже огрызается своими волками. Вот. Стромг отводит Деку. Тир пока не делает Андеттворк. Вот заказал тир. Скелетика убивает. На экспо отдаёт. Здесь попытка забрать 0. Я думаю, у Деск Найта это получится, скорее всего. Орг шарит. Специально не оставляет 100 жизней на Леграмиле. Но всё-таки Стромг забирает его. Но теряет очень много жизни на этом. Можно сказать, где-то 2 трети. Вот. Здесь пошёл Тир Ванд. Это первый финт готов. Это как бы минус этой стратегии, что ты вроде играешь агрессивно, но с финтами большой агрессии себе позволить не можешь. Вот. Здесь Стромг бежит, чтобы поднять скелетов ещё. И добить, наверное, троля. Да, он вспомнил, что здесь остался тролль. В это время шёл Тайм впереди в целом, по прокачке и по инициативе, потому что Стромг вроде бы как и подхарасил, но не особо удачно в целом. Вот. Здесь бы ему не помешало бы, наверное, сапоги перекупить хотя бы. Вот. И он возвращается, собственно, для того, чтобы крепиться. Что тут можно сказать в целом? Стандарт со стороны андеда, то есть андед вынужден уйти в пассивную стратегию. Ну, то есть это такая агрессивно-пассивная стратегия фаз ДК, потом Финды. Так, криппинг продолжается. Орк очень быстро забирает магазин. Ну, это довольно легко сделать с тремя грантами и полками. Но я бы, наверное, купил бы на месте форсира сапоги. Они ему не повредят, ну, не будут лишними, скажем так. Здесь Шоу Тайм все вовремя. Не застыкал ничего с третьим баррелом. Я думаю, что, скорее всего, будет стандарт. Таурен будет, возможно. И, ну, Звергинец, Бестиарий, соответственно. Вот. Вряд ли будут какие-то и верны, потому что вышел в целом в грантов. Вот. Хотя все возможно, на самом деле. Может быть, Шоу Тайм очень коварный игрок. Здесь, скорее всего, этот Акалит под шейду готовится. Форсир взял третий уровень и бежит, харасит Акалит. Но вот незадача. Андет на базе, поэтому Шоу Тайм останется сейчас с носом и особо не прохарасит никаких Акалитов. Здесь начинается обоюдная микросов с двух сторон. И Шоу Тайм понимает, что здесь ловить нечего. И, возможно, сейчас потеряет гранта, даст залпу финдов. Убивается грант. Это хорошо, на самом деле. Вот. Здесь пошел Зверинец. Пошел Таурен. Ну, Таурен уже почти готов. Нет, все-таки второй Зверинец заказывать Шоу Тайм будут. Возможно, Абуз с райдерами. Да, очень похоже на Абуз с райдерами, потому что строится Экспанд параллельно. Вот. Здесь главное Шоу Тайм сейчас ну, так сказать, отвлекать, получается. Харасить рабов. Вот. А Стронгу не провафлить этот момент. Да, вот он, по-моему, прочитал как раз, что Экспанд, правда, без разведки. Ну, так, может быть, почувствовал, что здесь что-то не то. Вот. Что пошел разводить форсир. Вот. Здесь заказывается лично. Скорее всего, по динамике магазин здесь сломает Шоу Тайм, потому что Ченит только один Акалит. Вот. Но в целом на Т2 потеря страшна, конечно, с одной стороны, потому что не получится сделать, так сказать, этот самый ну, обсидианную статую. Вот. В итоге здесь делает ТП Стронг. Ну, на самом деле, на его бы месте я бы купил персоналку, вот, чтобы потратить меньше денег, и Орк бы, скорее всего, повелся, бы сделал ТП. А так или иначе бы одного ДК бы здесь хватило, чтобы отбиться. Ну, это все понятно, это делалось в суматохе. Как бы, сильно ругать его за это нет смысла. Сейчас он крипит, здесь получает третий уровень, какую-нибудь, возможно, хорошую шмотку. Вот. И здесь будет подпуш на Т3. Вот. Скорее всего, наверное, с Питлордом. Посмотрим. Вот. Тут получается обоюдный криппинг. Получается, Турен раскачивается до третьего уровня. Войска обступили. Ну, понятное дело, что будет вкачиваться стамп, потому что здесь финды. Против гулей, в принципе, было бы неплохо, если бы был вейв. Вот. Здесь выпадает свиток зверя. Ну, для такой именно ситуации неплохой артефакт, если он сейчас вот здесь его подловит. Да, можно же прямо сейчас врубать свиток зверя, на самом деле. Минуснуть двух райдеров орка точно. Можно отпиздить здесь спокойно. Ну, либо вот Гранта убить, да. Это очень хорошо, на самом деле. Ловит стронг. Очень четко. Подловил здесь. Единственное, что вот он завтыкал Зекуратом. Большая очень ошибка. Вот. Но, в целом, все довольно-таки успешно. Сейчас его задача максимально подхарасить Шоу Тайма. То есть, не давать ему войск. Ну, то есть, надо восносить сейчас баровцы вот эти, которые на выносе. Не трогать зверинцы, потому что орк будет разводить. Ну, либо сейчас будет пытаться как-то топать. Вот. Надо сейчас кидать Койл. А Декой обязательно обходить назад, потому что будет подстаном, но уже поздно. Это минус-фин здесь. Фокус по Таурен Чифтену. Ну, у него нету, скорее всего, ни банки, ничего нету. Да, убегает на спидах. Фокус по Финдам со стороны орка. Андетт отступает здесь. Ну, я считаю, совсем неправильно он здесь фокусил. Вот. Надо было убивать, так сказать, эти сразу баровцы. А он что-то все бегал, бегал, как-то неуверенно. Может быть, из-за того, что инактив немножко подрастерялся. Здесь можно поймать сетку тележку, минуснуть, либо Лича окружить в целом. То есть, по ситуации, да-да-да, вот здесь минус Лич. Не, все-таки не окружает он Лича. Лича надо спасать, то есть, нельзя стоять на месте ни в коем случае. Но здесь повезло, на самом деле, что райдер замедлился и не хватает рейнджи, чтобы кинуть сетку для орка. Вот здесь два кодоя. Ну, на самом деле, ситуация не очень хорошая для орка, потому что сейчас андет покупает арбу, у него доделываются дестеры, и, в принципе, он может спокойно себе сейчас позволить. О, здесь еще и Грант в шоу-тайме остался. Халявная экспа, по сути. Вот. Ну, я думаю, что орк, скорее всего, проиграл уже эту катку. Вот, сейчас просто купить, ну, петлорда какого-нибудь, или можно даже дарку взять против стомпа, как бы, и ну, цель лишь получается героев, просто койл нова, до свидания. Вот, Стронг решает прокрепить леча до третьего уровня сначала, а потом уже действовать. Вот. Орк пытается второй раз уже поставить нычку, но Т2 это не очень удачный вариант, но зато достаточно смелый, я бы сказал, потому что нычка строится довольно долго, вот. но, если она достроится, начнет себя окупать, если Стронг будет тормозить, то орк вполне может по макро произойти Стронга и просто лимитом его задавить в целом. Вот. Здесь перекупает орк крипов, наверное, сейчас Берсерка возьмет, я думаю, скорее всего, может быть, даже поносного голема еще, чтобы замедлять, посмотрим. Здесь у Стронга на самом деле армия так себе, но вот прямо сейчас ему надо идти пушить, скорее всего, все-таки я бы взял третьего героя, вот, но он, наверное, не возьмет, хотя, судя по всему, как он бежит, наверное, может быть, даже и возьмет. Да, Дарку он берет, как я и, в принципе, думал, ну, нормальный герой вполне, то есть, для Хиракила здесь, как бы, форсировал, бить легко, достаточно, так же, как и Турэм, девайсов, сейчас перекупит Энвул в Дарке, там, может быть, возьмет свиток какой-нибудь, шарный, и здесь, сейчас можно просто минус райдер сразу сделать, кинуть обязательно сало на этого Турэна, но, ну, видимо, а вот, кинул все-таки красиво очень сало, надо сейчас лича обязательно, ой, зачем ты сделал ТП, наверное, это был мисклик, скорее всего, мисклик, 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 стопудово мисклик, 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 здесь, на халяву жираются два финда, но все равно, как бы, прямо сейчас нужно нападать, правильно Даг говорит, ну, по сути, тут что, поднимаешь три дейстера, можно, в принципе, даже двух тут достаточно вполне, потому что нету бетона до сих пор, да и не так много армии лорка, в том плане, что, ну, как бы, дестеры бьют в приоритетах по тяжелой броне, но здесь тяжелой особой нету, поэтому нормально, сейчас, короче, нападет, вот, я думаю, надо сейчас сносить баррелсы в первую очередь, то есть, не отвлекаться, но он почему-то бежит, прям вот четко на крипов, ну, окей, хорошо, здесь, ну, надо покушивать сначала кодоев, на самом деле, хорошее сало, потому что орк не успел кинуть свои прокасты, вот здесь фокус какой-то немножко распределенный получился, вот, ну, на самом деле, не очень хороший стан, ну, с другой стороны, сразу был герой, сейчас надо коэл в леча давать, просто армор обязательно, мана вроде есть в Дескнайте, надо кидать обязательно, сейчас просто стан будет, да, в Деке, плохо размикривает здесь андет, очень плохо, ой-ой-ой, ну, зря, на самом деле, надо было сначала убивать кодоев, вот, здесь по микро просто немножко проебался, с другой стороны, вот я смотрю на героев, и реально, можно было просто через коэл нову забрать здесь, ну, вот, а тут на самом деле минус уже героя, к сожалению, да, и это джи-джи, ну, как сказать, я считаю, что андет здесь должен был выиграть, то есть я реально ставил где-то процентов 90-95, что андет выиграет, потому что, по сути, в армии орка нормальной армии не было, ну, из ошибок андета можно сказать, что он не контролировал своего Дескнайта, он выставлял его вперед, получил прорастан, получается, и сетку, по сути, без ДК армия, андета не армия, ну, то есть, там на самом деле все решило, именно то, что он неграмотно распорядился ДК, плюс не совсем точный фокус, у него как-то армия рассредоточенно стреляла по крипам, вот, поэтому, ну, в смысле, по вражеским юнитам, надо было сначала все-таки кодоев выкашивать, потому что самая простая цель, во-вторых, он сожрал ему двух финдов, он бы этих финдов освободил бы, и было бы гораздо проще. Так, сейчас я напишу, что создаю так, next так, что там у нас, они вроде черканули TS и TM, ага, ага, так, 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 блин, держите, тут мопу дурацкий, сейчас, блин, а вот, так, TS, TM, а, АЗ, все, АЗ, хастую тогда. ПГ, так, снова игра, 2, Sony, вот эта карта, на самом деле, она больше, наверное, балансная, потому что, ну, у Андеда здесь больше шансов против орка, во-первых, потому что, здесь выпадают меньше когтей, с одной стороны, а с другой стороны, баланс для обоих, ну, в большей степени для орка, потому что, во-первых, орк палит будет мастером, с другой стороны, выпадают еще ворды, и может орк спокойно контролировать передвижение Андеда, так же, что еще можно добавить, карта маленькая, это скорее на пользу больше орку, потому что он может навязывать более контактную игру Андеду, и здесь довольно-таки тяжело получить третий уровень, но, опять же, из-за того, что мало итемов, где выпадают когти, армия, орка обычно строится на Блэйдмастере, вот, поэтому тут, ну, не знаю, в целом, я бы сказал, что, в принципе, карта, вот эта карта больше подходит Андеду, чем Эхо Айлс, вот, поэтому, я считаю, что здесь у стромка еще больше шансов выиграть, вот, в первой игре он себя показал в целом достаточно неплохо, вот, но не собрано, но это видно, что инактив, как бы, вот, ну, сыграл нормально, я считаю, то есть, вполне себе, вот, поэтому нормально, нормально, так, здесь я думаю, что стромка, скорее всего, не будет изменять свои стратегии, он будет точно так же идти фастер от рыцаря, вот, а по поводу шоу тайма ничего сказать не могу, посмотрим, вот, то есть, форсировали, Блэйдмастер, ну, здесь стандартный билд, то есть, он никак не халяет, там, допустим, без брака, или не играет какой-то обуз через вышки, вот, будет все стандартно в целом, то есть, там уже посмотрим на Т2, как обернется, но начало, в принципе, стандартное, что у одного, что у второго, вот, классическое такое, я бы сказал, единственное, что мне не нравится, это то, как построил магазин Стронг, вот, хотя я сам, конечно, так тоже ошибаюсь, но вся суть в том, что, лучше так магазин не строить, потому что, ну, легко очень его снести, вот, очень легко снести, если бы, допустим, он поставил его здесь, было бы гораздо тактически более выгодно, на самом деле, то есть, он мог как сделать, он мог, допустим, здесь поставить алтарь, здесь поставить, там, магазин, здесь поставить, кладбище, оно бы здесь вполне поместилось бы, и все было бы гораздо лучше, ну, это как бы, билдордер, То есть, он, может быть, на этой карте не особо привык играть, может быть, он её черкает, либо редко играет, но не суть. В общем, не так страшно, не так критично, но в целом это может повлиять на игру в каких-то моментах. Может быть, не в этот раз. Посмотрим. Здесь стандарт от Showtime, Blademaster. То есть, зная его, скорее всего, это будут райдеры и св-шники на Т2, потом переход будет в Т3 постепенно. Ну, соответственно, вторым героем будет, я думаю, Shadowhunter. Здесь попытка Акклитом забрать шоколадного Аэма, я так понимаю, но это будет довольно-таки сложно. Посмотрим, будет ли... Не, всё-таки Акклита не добивает. Я имел в виду, будет ли рисковать Орк. Да, он решил даже рискнуть в целом. Вот, передамагал. Ну, он просто, видимо, просчитал, когда Акклит ударит и добил по красоте. Ну, что можно сказать, молодец, на самом деле, Стронг, что отманил, получается. Вот, заставил, как бы, Орка отступить от своей цели, от зелёной точки, от намеченной. Вот, и здесь вот начинается самое неприятное, что Андетт вынужден искать Орка. То есть, он вроде бы видел, да, куда побежал Грант, но где находится Блэдмастер, он понятия не имеет. Он может лишь догадываться, где может находиться Блэдмастер прямо сейчас. Вот, кидается Койл в Грант Ка здесь. И я так понимаю, что всё оставшаяся часть времени он будет бежать за рядовым Грантом, рядовым Райаном, я не знаю. Беги, Форрест, беги, называется. И, в конце концов, он его, ну, может, конечно, забрать, но... О, вот здесь вот он красиво начинает блочить Экалитом. С двух Кайлов можно забрать вполне. Вот. Но здесь уже всё, здесь спасёт он своего Гранта, скорее всего. Будет подблачивать, да, 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 здесь уже Шоу Тайм показывает красивую игру. Но здесь надо всё-таки, я считаю, в Дескнайт обязательно купить сапоги, потому что он играет в агрессию. Ну, здесь опять же, то есть, его Харрес ничего ему не дал в целом, потому что, ну, он не добил никакой Экспы там. То есть, да, он задержал, в принципе, Орка по таймингу, то есть, у него БМ до сих пор не второго уровня, но сам он себе вообще ничего не взял. Ну, никакой Экспы. Вот, сейчас надо Т2 заказывать, он что-то втыкает, потому что 240 дерева уже. Да, вот он заказывает. На самом деле, очень поздний тир. Обычно такой тир делается, когда играется Финды поздний ДК. Здесь что-то, ну, в тронг очень сильно завтыкал, я считаю, в данной ситуации. Очень сильно. Это ошибка. Вот. Потому что, если глянуть на Т2 Орка, здесь всё гораздо шоколаднее и быстрее. Вот. Ну, здесь, скорее всего, Т2 был просто через одного Гранта, я так полагаю. Поэтому такой быстрый тир. Ну, в итоге, что мы имеем? Здесь второй Блэйдмастер, ну, 2.5 против первого ДК. ДК. Вот. Здесь, в принципе, Шеллтайм спокойно забирает точку Стронга, а Стронг бегает по карте. Наверное, будет сейчас Кабольдов забирать. Да. Ну, типа, пытается скрипиться в неочевидных точках, чтобы Орк его сразу не нашёл. Но БМ замечает здесь Финда, скорее всего. Нет, не заметил всё-таки. Или, может быть, заметил, но пошёл в магазин, что-то хотел купить, может. Вот, здесь Грантом находит точное местоположение Андедда. Здесь попытка, наверное, окружить Гранта. Не увенчалась она успехом. Вот, у БМа есть мана. Ну, рано, на самом деле, кинул Койл. Можно было развести на Винвок, на самом деле, Орка. Я буду предпочитать лично экономить ману. Вот, у Орка, что у Орка доделался тир, сделается Шедоу Хантер в заказе. Сейчас пойдут Зверинец и, соответственно, Обитель Духов. Вот, ну, я считаю, здание всё равно нужно стоить внутри, что одно, что второе. Как бы, я не знаю, то есть, он халявит здесь. Ну, забирает, получается, Кабольдов. И БМ почти третий, вот, против второго Диск Найта. Ну, такая достаточно стандартная ситуация. Можно, можно убить Гранта. Не стал он гоняться, зря, я считаю, зря. То есть... Ну, видимо, он не хотел рисковать, отдавать Финда. Но Финда можно было спокойно отвести под Аурой. То есть, до базы спокойно вообще. Не хватает, на мой взгляд, Диск Найту сапогов здесь, в такой ситуации. Потому что агрессивная достаточно игра получается. Вот. Надо сейчас кидать Койл. Но не хватает, видимо, реакции. Он хотел в самый последний момент кинуть, но БМ оказался быстрее. Да, здесь, как я говорил, то есть, сначала, ну, Т-2 здания, потом переход в Т-3, как бы. То есть, здесь именно расчет на то, что будут Спирит Волкеры с Эмпатией, плюс Райзеры, плюс Берсерки потом. Вот. Ну, чтобы быстрее была Арба, скажем так. Ну, тоже имеет место быть стратегия, но лучше, мне кажется, все-таки выбирать что-то одно. Но, ну, более рабочая стратегия, считается, за орков, это именно Т-3 против Андеда. Ну, в Шоу Тайме, видимо, свои какие-то стратегии, стиль игры. Вот. Которая не совсем соответствует статистике. Вот. Ну, здесь параллельный хороший криппинг СХИ, пока БМ чекает возможные точки, где находится Андед. Ну, Стронг не так прост, как кажется, он крипит точки орка, и поэтому БМ так долго не может его найти, но в конце концов он его находит. И вот здесь как раз из-за того, что сапоги, придется орку нажимать телепорт. Если он сейчас не нажмет, то это ГГ. Да, это ГГ. Прямо сейчас это ГГ. Так. Ну, здесь, конечно, я считаю, что надо было покупать сапоги. Вот. А вот эти вот побегушки по всей карте, ну, не самый лучший вариант. Пофиг, чтобы БМ бы его, так сказать, прессовал бы. Он бы Кайлами бы пробовал добивать крипов, там, не знаю. Ну, что-нибудь бы он делал, в конце концов. Здесь, получается, у нас карта Тартл-Рок третья. Вот. Тартл-Рок. Вот она. Г3. 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 Стронг перепутал, наверное, на БО3 с БО5. Блин, реально первую игру мог затащить, что-то он расслабился как-то. Стронг перепутал. Стронг перепутал. Стронг перепутал. Стронг перепутал. Стронг перепутал. Так, небольшой такой перерыв, видимо. Вот, так, что-то куда-то свалил, наверное, готовит еду, как он говорил. Нет, вот он пришёл. Отлично. Ну всё тогда. Сейчас ждём, пока ребята выставят расы, кланы, любимые цвета поставят. И будем начинать тогда. Вот, всё тогда. Надо уточнить об их готовности. И можно стартовать. Так. Шоу тайм готов. Стронг пока не готов. Всё, готов. Гоу, поехали. Не знаю, как вы, ребята, я буду сейчас болеть за андеда, потому что, ну, не хочется, чтобы Стронг проигрывал в сухую 3-0. С другой стороны, понятно, что инактив даёт о себе знать. Но, как ни крути, первая игра должна была быть за андедом. Вторая, да, вторую, безусловно, доминировал орк. Там не поспоришь. Там андед сыграл косячно. В каких-то моментах. Но в первой игре андед сыграл очень грамотно в целом. Вот. И мог там вытянуть игру. Я считаю. Вот, а вот во второй, не, без вариантов там было. То есть, там орк реально очень хорошо по инициативе его задавил. Вот. Ну, здесь, в принципе, продолжение того, что мы видели ранее. Кроме того, что Стронг играет в позднего деку финдов. Возможно, это обусловлено тем, что большая карта. Я не могу точно сказать. Но, с другой стороны, наоборот, я считаю, что финдов лучше играть, наоборот, на маленьких картах. Потому что, ну, там проще запушить, там, по таймингу, допустим. То же самое, это два пуш, допустим, с лечом, там, финды. Проглятая земля, там, либо, допустим, ДК, леч, там, финды большие. Вот, там, или, там, пуш с тремя героями, там, с драконами. Вот, допустим, или с Петей, тоже приход, как бы. А здесь большая карта, здесь лучше играть в быстрого деку. Вот. Ну, не знаю, то есть, такая больше на макро карта рассчитана. И здесь пуши уже будут не так актуальны, как захват инициативы какой-то в целом. То есть, ну, не знаю. Можно, можно финдов играть. Просто, если играешь именно в АСДК, задача кидать БМу третий уровень. В принципе, Стронг неплохо это делал на, так сказать, Амазонии. Но в какой-то момент всё пошло не так, когда он уже не смог найти БМу. На самом деле, искать БМу вот так вот с ДК, это целая наука. И здесь довольно интересно получилось. Почему? Потому что это будет застройка с лечом. То есть, заготовочка такая у Стронга. Ну, как заготовочка. Это стратегия, да, она уже всем известна. Вот, это общеизвестная истина. Но Стронг решает, наверное, уже от отчаяния скорее её сыграть. Либо, возможно, она у него хорошо была отточена в прошлом. И он не так ужасно ей сыграет, как может показаться на первый взгляд. Но вот я со стороны смотрю, но вот всё, что я вижу, это акт отчаяния. На самом деле, вот эта стратегия. Потому что на турнирах обычно в такую не играют. Когда БО-3, БО-5, вряд ли кто-то возьмёт леча. Это больше под БО-1 подходит. Ну, посмотрим. Тут, на самом деле, андет понимает, где находится орк. А орк, скорее всего, тоже уже в целом понял, но посмотрим. Это, наверное, из-за того, что, да, добивает этого пацана. Выпала какая-то хрень, поэтому он продал. Вот сейчас идеально пришёл бы лич, короче. И щёлкнул бы новый, и сразу двух бы убил. Было бы прикольно, на самом деле. Вот, но, увы. Здесь пошла Машна на застройку. Вот. Аклит специально тут шароёбится. Потом он поможет как раз армии. Здесь побежали лич, два финта, получается, два паука, скелеты. Нерубочку не делает андет, а зря. Орк, тем временем, замазывается со вторым уровнем. Но вообще, из-за того, что шоу-тайм так халявит через одного гранта, стратегия может в целом где-то даже и сработать. Посмотрим. Орка нету. Вот сейчас, кстати, хорошо может зайти. Почему? Потому что орк битый, орк крепится. Вот он приходит, а орка, по сути, битый, очень БМ. Пошла застройка. Вот. Хорошие зекураты. То есть, этот баррел скорее всего не достанет. А, нет, достает. Тогда они совсем хорошие. Но если он сейчас сломает его, то может всё неплохо получиться. Вот. Ну, здесь первоочередная задача орка выкашивать леча. Потому что убив леча, ну, как он, собственно, это и делает, ты, по сути, тащишь игру. Вот. Здесь просто реально убить леча один раз и всё. Ну, здесь сейчас реально под винвоком спиды плюс... Всё, минус лич, гг. На самом деле. Ну, несчастные финды, к сожалению, здесь ничего не сделают. Единственное, на что можно тут... За что можно порадоваться, что битый Блэйдмастер, но он сейчас просто изи будет убивать всех финдов. Там отбегать, лечиться. На самом деле, отбивка от застройки здесь это только вопрос времени. Потому что, добавок, ещё стреляет в логово. И, к сожалению, это гг, потому что... Ну, уснулся лищ, так сказать. Здесь вроде бы фокус, да, по БМу. Но он здесь перекупает две банки. Вот. И на самом деле, в такой армии несчастные герои не убить. БМ ещё третий уровень получает. Можно даже качнуть вторые криты. В данной ситуации. Вот. Ну, либо можно, в принципе, и второй винлок. Не принципиально. Но здесь уже... А, ну всё-таки вышки встали. С одной стороны. Но финдов он плохо контролит. Очень плохо контролит. Не знаю. Не нравится мне совершенно, как контролит стронг здесь. В такой ситуации. То есть, лищ вроде бы идёт. С одной стороны, да. Но... Не знаю. Не, всё-таки здесь баррелс... А, ну это из-за того, что он его сломал просто. Надо обязательно подводить рабочих. Да, вот он их даже со шахты срывает. Настолько он суров. Здесь приходит лищ. Надо, надо обязательно скелетов поднимать. Здесь очень нужно поднимать скелетов. Но здесь сейчас БМ Изи подлечится, к сожалению. На самом деле всё не так плохо. Я думал, всё хуже будет. Вот здесь... Ну, поздно-поздно реагирует. Ну, в другой стране, как поздно. То есть, здесь всё упирается в то, что... БМ бегает с Хилкой. Которая она сейчас выпьет. Ну, застраивает он хорошо в целом. Почему? Потому что орк потеет. Ну, всё началось из-за того, что орк крепился, получается. И битые очень... У него юниты получились. Надо обязательно убивать Гранта сейчас вот этого. Сейчас, если орк пожадничает с Хилкой, он может поплатиться за это, на самом деле. Ай, здесь уже выходит Шедоу Хантер. И, блин, больно вообще сейчас будет. Для Андеда. Надо обязательно контролить Финдоуф. Там, раскидывать, так сказать... Фросты. Да, обязательно вышку ещё одну достроить, не рубочку. И... Ну, здесь криво-криво строит. Вот. На самом деле, есть шанс, ещё есть. У Андеда. Надо не забывать, Андеда подзаказывать армию. Да, он это делает. Обязательно Фросты раскидывать на Финдоуф на всех. Попытка зафокусить Блэйдмастера. Не рубочку делай, бро, делай не рубочку. И здесь бы ещё не помешал бы рюкзак, наверное. Сейчас уйдёт, наверное, ВВ, да. Чётко уходит ВВ. Здесь катапульта выходит первая. Отводит катапульту, сразу шёл тайм. Надо чинить, чинить Зекурат. Не забывать. Подстраивать ещё армию. Ну, сложно, сложно. Я понимаю, здесь у обоих ситуация не самая простая. Проблема всё упирается в том, что у Андеда нету леса. Он очень сильно вложился в вышки здесь. Надо чинить, чини, чини вышку. Здесь ещё... Ой, орк перекупает хилку по красоте. Контролит до последнего. Сейчас надо... Ай-яй-яй-яй. Фрост, Фрост, Фрост. Уходи, уходи, друг, уходи. Ай-яй-яй, Хекс. Как неприятно. Как неприятно из-за Хекса, блин. Очень неприятно. И Финдами вроде бежит, блин. Да. Войска вступили в бой. Ну, попытка была достойная, я считаю, в целом. Очень неплохо сыграл. Но... Не доконтроливал. Не доконтроливал. Не совсем грамотно строил, то есть, именно... Сами здания эти. Ну, здесь, на самом деле, не так просто. Нужно чувствовать дистанцию бороться. Вот. И здесь GG. Стронг проигрывает 3-0 в БО-5 шоу тайму. Вот. Это получается у нас второй матч. Именно уже в финалах Титан Капа. Ну, в сеточке в этой, среди первого состава. Вот. Поздравляем шоу тайма с победой. Вот. Достойно сыграл. Ну, из-за нареканий. То есть, мне не очень понравилась твоя игра на Ихайлз. Вот. Ну, ты, думаю, сам там свои косяки все увидел. Вот. Там особо, как бы, я комментировал все, что, как бы, видел по ситуации. Вот. А так, чисто в явном виде. Ну, наверное, все-таки, не совсем ты был агрессивен в начале. То есть, ты вроде как-то крепился, а потом уже начал агрессивничать. Надо было с форсиром как-то раньше, что ли, прибегать под спидами, там, на втором уровне. Я не знаю. Вот. Ну, ладно. Что было, то было. Скорее всего, Стронг не будет играть с Нортиком. БО-5. Ну, не знаю. Если будет, то я запущу стрим снова. А так, всем спасибо. Все способны. Любите Варкрафт, друзья. С вами был Акулич. До новых встреч.